Дорогие друзья, шлю вам наитеплейший привет с ярко-солнечного эстонского хутора, и в этом подкасте мы поговорим о стратегиях управления вниманием. Если вы еще не слушали подкаст о внимании, в котором я рассказала о том, что это такое и как оно работает, то рекомендую прежде прослушать его и затем переходить к этому подкасту. Так вам будет легче понимать, о чем пойдет речь в этом аудио. Мы обучаем наших учеников управлять своим вниманием. Мы обучаем их из урока в урок, так как они не знают, как осуществлять управление, и фразы вроде «будь внимателен», «не отвлекайся» звучат для ученика бессмысленно, так как не несут никакой содержательной поддержки. Ученик по-прежнему не понимает, что же это значит – быть внимателен. И давайте рассмотрим, через какие стратегии мы можем помочь нашему ученику управлять своим вниманием. Когда наше внимание, внимание ученика непроизвольно на что-то переключается, что-то упало в классе, за окном раздался громкий звук, открылась дверь, кто-то вошел, кто-то закричал, какой-то звуковой сигнал и так далее, внимание непроизвольно переключается сразу же. И чем меньше возраст ученика, тем легче это внимание переключается. И для того, чтобы вернуть внимание учеников, учителю можно использовать какой-то звуковой сигнал. Например, в методике ВЕПа учитель использует звуковой сигнал губной гармошки. Это может быть похлопывание, это может быть постукивание, но суть его заключается в том, чтобы это не использовалось в каждодневной практике. Потому что если это используется из урока в урок, то на непроизвольное влияние это уже не влияет, потому что мы к нему привыкаем. Так, например, как шум за окном начавшегося ремонта поначалу отвлекает, а если он идет и второй день, и третий день, и четвертый, ты его уже не замечаешь. Поэтому тот звуковой сигнал, который вы используете для привлечения внимания, он используется достаточно редко. И когда вы возвращаете внимание в учеников, раз сделали какой-то звуковой сигнал, оп, они сфокусировались, например, на вас, обязательно поблагодарите их за это, за то, что они среагировали, и далее дайте рекомендацию по тому, что нужно делать далее. То есть для чего вы вернули их внимание? Чтобы что? Поблагодарили и сказали, а теперь мы делаем, например, рисунок, или составляем схему, или теперь мы прочитаем текст, или послушайте сейчас меня в течение нескольких минут, посмотрите на доску, я объясню, что мы делаем далее, и так далее. Вернули внимание, поблагодарили и дали инструкцию. Если вы замечаете, что в классе есть один-два ученика, которым очень трудно управлять своим вниманием, можно посадить его поближе к столу учителя. И, конечно, мы минимизируем отвлекающие факторы и просим наших учеников также убирать то, что их отвлекает, особенно в начальной школе. И каждый раз объясняйте вашим ученикам, особенно если они спрашивают, почему мы убираем эти отвлекающие факторы, почему важно это сделать. Уделяйте объяснениям достаточно много времени до тех пор, пока ученикам самим не станет это понятно. И чем больше они задают таких направляющих, поясняющих вопросов, тем лучше. Я знаю, что в школах и так, без моей рекомендации, просят убирать телефоны, какие-то игрушки, посторонние вещи, девайсы различные. Знаю также, что вводят правила, которые запрещают держать, например, смартфон в кармале или на столе. И хочу сказать, что это не те действия, которые помогают ученику управлять своим вниманием. Это действия контролирующие, а не обучающие. Ребенок учится управлять своим вниманием. Это совсем непросто. И вы это знаете по себе точно так же. И ребенку нужно предоставлять возможность для этого. Давать ему пространство для проб и ошибок. Указами, правилами, запретами мы этому не обучаем. Мы просто говорим о том, что так нельзя, тебе это вредит, например, даже если мы поясняем, да, при этом. И категорично просим следовать нашей инструкции. Ребенок не связывает это с тем, что ему хотят помочь. И когда он оказывается в ситуации, когда нет рядом надсмотрщика и рядом лежит смартфон, он по-прежнему не умеет управлять своим вниманием. Поэтому каждый раз мы объясняем ученикам, почему это важно, и оставляем право за учеником следовать этому совету или нет. То есть вы проговорили, кто-то убрал, кто-то убрал с парты в карман, кто-то убрал с кармана в сумку, кто-то, я не знаю, еще что-либо придумал, а кто-то оставляет и говорит, что я переверну экран, я не буду смотреть на входящее извещение, у меня отключен, например, звук, я попробую так. И пусть будет так. Его задача научиться учиться и жить рядом с этим смартфоном. И у ребят можно спрашивать, пусть они последят. Вот правда легче фокусироваться, например, когда мы убираем смартфон? Или это действует, например, на 10 минут, а дальше все равно мысль убегает в другую сторону? Легче, когда он в сумке, в кармане на парте, как удобнее. Каждый находит свой собственный вариант для себя. Главное, чтобы они понимали, почему это важно и что делать. Вот этому мы и учим. И пусть они дома пробуют делать так же. Для управления произвольным вниманием учеников важно осведомлять о том, как работает наше внимание. Так как это они те, кто учатся, они те, кто регулирует свои обучения, и именно им нужны стратегии и постоянный диалог об этом. Как ученику удерживать внимание? Как мы можем помочь ученику удержать внимание? Когда мы внимание поймали, следующий шаг мы его удерживаем. И это очень важно, удерживать свое внимание, потому что если оно не удерживается, тогда информация не попадает в рабочую память, и ученику просто нечем оперировать для того, чтобы работать над изучением темы. Тут, правда, важно учитывать еще и особенности рабочей памяти. Если она перегружена, то ребенок все равно не сможет использовать информацию для обработки. Но о рабочей памяти мы поговорим в другом подкасте. Общая рекомендация здесь такова, что нужно стараться не загружать рабочую память ребенка, и все, что можно представить, например, в виде инструкции или рисунка, сделайте. Не надо все передавать на словах ученику. Так вот, удержание внимания. Как помочь? Первый вариант. Можно использовать ученику большой гимнастический мяч, как стул, чтобы ребенок во время работы над чем-то или во время объяснения учителя мог двигаться на этом мяче. Это помогает ему удерживать внимание. Сразу хочу сказать, что, чтобы удержать внимание, ребенок не должен сидеть неподвижно. Я знаю, что может казаться, что чем неподвижнее сидишь, тем более внимателен. Это не так. Должно быть движение, ерзнание на стуле, возможность поменять позу, переложить ногу на ногу, положить ноги еще как-то, как ребенку, удобнее и так далее. Второй вариант. Использовать гимнастическую резинку, которая как перекладина может быть натянута за ножки стула, и у ребенка есть возможность закинуть ноги за эту резинку и как бы теребить ее. Или можно между стулом и столом натянуть, и точно так же ребенок постоянно будет теребить ее ногами. Это тихо, это никому не мешает, и визуально это тоже никого не отвлекает. И ребенок понимает, с какой целью он это делает. Мы объясняем, почему это важно, почему стоит попробовать это. И также ребенку можно следить, как мне это помогает. Также можно использовать для удержания внимания использование маленьких массажных мячиков, которые ребенок будет теребить в руке. И ребенок эти действия он должен совершать автоматически. То есть если ему сразу ждать эти мячики в руке, он сначала переключит внимание на них, но если он использует их регулярно, то он привыкает к тому, что я фокусируюсь, а за движениями пальчиков я уже не слежу. То есть это автоматическое действие, я не переключаю свое внимание на них. И также четвертый способ для удержания внимания это использование жевательной резинки. Когда ты жьешь резинку, то это помогает лучше фокусироваться. Опять-таки это действие автоматическое, ты не думаешь о том, как ты это делаешь, это помогает лучше фокусироваться на какой-либо задаче. Для того, чтобы ученику было проще фокусироваться на какой-то одной задаче, например, не на одной какой-то задаче, а, например, во время чтения текста, чтобы его внимание захватывало только важное, исключая неважное, у учеников может быть такое, что они начинают конец предложения и начинают с одной части предложения и захватывают конец другой части предложения или предложения вообще в конце абзаца или какое-то другое либо предложение. Можно использовать в этом случае линейку или прямоугольную рамку, которая ограничивает весь другой текст, например, книги или параграфа, и только в своей рамке показывает какой-то определенный фрагмент текста, и ребенок следит за этим текстом. И таким образом он свое внимание направляет только на важную часть, и его ничто другое не отвлекает. Если ученики, например, пропускают какие-то задания или путают знаки, допустим, плюс-минус, тогда можно делать так, что каждое новое задание с нового листа начинается в тетрадке. Ученики не ведут тетрадь таким образом, что на одном листе, например, сразу три задания. Это тоже может их сбивать с мысли. Им трудно еще отделять и оценивать критически, что есть важно, что есть не важно, поэтому они могут захватывать какие-то неважные данные для решения какой-либо задания. либо использовать цветные фломастеры или карандаши, чтобы какие-то знаки закрашивать определенным цветом. Например, все плюсы будут зеленые, все минусы будут красные, знаки умножения там будут оранжевые и так далее, чтобы фокусироваться на важном, на то, что мы сейчас учитываем. Распределение внимания. Как помочь ученикам распределять свое внимание, когда, например, нужно слушать и записывать. У нас есть лимит, это нужно учитывать, на распределение внимания на несколько вещей. И этот лимит, он зависит от того, насколько перегружена наша рабочая память. И вот для того, чтобы ученикам помогать распределять внимание, используйте в работе готовый конспект. дайте ученикам готовый конспект того, о чем пойдет речь в классе, для того, чтобы им не пришлось и слушать, и одновременно записывать. Потому что, скорее всего, они будут записывать, не будут слушать, то есть они не будут включены, они не будут активно мыслить, у них не будет возможности задать вопрос и получить ответ от учителя и разобраться, например, с этим вопросом. И для того, чтобы помогать ученикам переключать свое внимание, например, при переходе от одного задания к другому, говорите им о структуре учебной работе и о планах, которые будут реализованы в ходе интеракции, в ходе взаимодействия учителя и ученика. Например, ученику можете говорить так, ребят, у нас еще пять минут на то, чтобы закончить это задание, и мы переходим далее. Учеников таким образом есть возможность подготовиться и переключить свое внимание на другую задачу. Можно использовать таймер, можно использовать какие-то другие действия, которые помогают ученикам понять, что сейчас осуществляется переход к другому действию, к какой-то другой деятельности. И в заключении этого подкаста скажу, что чем больше диалога нашего в работе с нашими учениками, тем это лучше для поддержки их учебного процесса. в учеником